Маршруты двух городских автобусов теперь проходят рядом с новой школой номер 3. А для тех, кто будет добираться до образовательного учреждения на велосипедах и самокатах, обустроят парковку. Данные предложения были озвучены в ходе общения главы региона Юрия Бездудного с родителями будущих учеников школы после ознакомительной экскурсии. Тему продолжит Александр Литкова. Автобусные маршруты номер 2 и 6 с 11 августа будут совершать остановки вблизи новой третьей школы. Таким образом, школьникам, живущим в микрорайоне Кармановка, будет проще добираться до учебного заведения. Кроме того, было решено оборудовать в новой школе парковку для велосипедов и самокатов, а также установить указатели с направлением в кабинеты. Мы когда ходили с родителями по школе, даже взрослые люди могут заблудиться в этой школе. А дети, особенно младших классов, они просто найдут вход, но выход будет очень тяжело найти. Давайте подумаем о хорошей навигации в школе, о хорошей навигации, чтобы они понимали, где спортзал, где столовая, где выход. Тем более, что у нас младшая класса, старшая класса разделены потоки. Вот давайте подумаем по поводу хорошей навигации. Что касается сельских школ, особую тревогу окружных властей вызывает аварийное состояние школы в поселке Амдерма. Мы летали в Амдерму зимой и летали мы и с Роспотребнадзором, и с МЧС были с нами. То есть мы смотрели все иные подходящие здания, где можно расположить школу, так как понимаем, что это здание аварийное, и нам из-за этого даже пришлось отказаться от федеральных денег, да, потому что капитальный ремонт нет целесообразия. На сегодняшний момент помещений, пригодных для переезда школы, для размещения в Амдерме нет. В среду мы проводим селектор с Амдерма, с директором, с главой, и как раз проговорим вопросы. На сегодняшний момент было предложено переехать в здание детского сада. Обследование с СССР проводили не так давно, износ здания составляет порядка 24%. По словам Натальи Сидоровой, варианты решения данной проблемы будут озвучены на следующей неделе. В ходе оперативного совещания Юрий Бездудный попросил руководителя окружного департамента труда и социальной защиты населения Сергея Свиридова прояснить ситуацию с многодетной мамой. Женщина обратилась к главе региона в рамках проекта «Решаем вместе». Она не получила вот как раз эти выплаты, о которых вы говорите. После этого, разговаривая с сотрудниками социальной службы, ее оскорбляли и еще отругали за то, что она якобы пожаловалась мне. Сергей Анатольевич, вы не могли бы пояснить ситуацию? Это что за сотрудники такие, которые считают своим долгом устроить выволочку многодетной матери за то, что она мне поделила, обратилась ко мне, что не получила выплаты? Во-первых, хотелось бы понять, что это за специалисты и почему они себя так ведут. Как выяснилось, женщине нагрубили в бухгалтерии отделение социальной защиты населения. Она сказала, что ранее обращалась к специалистам, претензий нет, директор обращалась к претензии нет, но вот возник вопрос в бухгалтерии. По результатам расследования, которое прошло, руководитель принят приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении главного бухгалтера в виде выговора и замечания в виде работника финансо-экономического отдела бухгалтера. По словам Сергея Свиридова, помещение в бухгалтерии не было оснащено камерами видеонаблюдения. После данного инцидента их установили. Наша цель, чтобы в социальных службах у нас работали люди, которые обладают особыми качествами, терпением, добротой. Потому что в социальные службы обращаются, как правило, социально незащищенные свои населения. Это люди, которым требуется не только материальная поддержка, их даже слово врачует, им даже доброе слово, оно на пользу. Поэтому это должны быть особые люди. Добрые, терпеливые. В первую очередь, вы простите, не собаки цепные. Но не для этого мы создавали социальную службу. Ещё одно поручение главы региона касалось информирования жителей Тундры о предоставляемых округом мерах поддержки. В частности, планируется выпустить брошюру со всей необходимой информацией.